Доброе утро! В эфире Анфас в студии Анна Чижлиташ. В силах специальных операций идет активная боевая подготовка. Один из этапов обучения – десантирование. Порядка ста спецназовцев совершили ознакомительные прыжки с парашютом. На летное поле вместе с разведчиками вышла и наша съемочная группа. На взлетно-посадочной площадке сотни голубых беретов. Первыми совершают прыжки наиболее подготовленные военнослужащие. Следом идут новички. Десантирование с высоты 800 метров. Для совершения ознакомительного прыжка с парашютом военнослужащие нового пополнения проходит курс подготовки. Это изучение физических основ, материальную часть, десантных парашютов и парашютных страхующих приборов. Также порядок укладки парашютной системы к боевому применению и на воздушно-десантном комплексе. Сорваются вопросы подготовки воздушно-десантной техники к применению, порядок посадки в летательные аппараты, действия в летательном аппарате по командам сигналов выпускающих, отделение от летательного аппарата, действия парашютства в воздухе, в особые случаи при приземлении. В небо спецназовцев поднимает турбовинтовой самолёт. Свободное падение, снижение под куполом, приземление. Всё штатно, по инструкции. Готовились заранее, ещё до принятия присяги начали подготовку. Самое главное было запомнить, что зачем идёт, и оттренировать все движения до автоматизма. Выпрыгиваешь, и время свободного падения, эти три секунды, вспоминаются слова Маргелла. Никто не поймёт десантника, как летишь на высоте, и видишь дома, города, всё игрушечное. Была улыбка, очень ждал, очень хотел. Но как только вышел, фаршют раскрылся, лечу, смотрю на это, всё красиво. Синевает, просто непередаваемые ощущения. Основной акцент делали на активном отделении самолёта и приземлении. Рядовой Олег Козлов с 15 лет мечтал попасть служить в силы специальных операций. В школе юноша активно интересовался армейской тематикой, занимался спортом. Борт покинул одним из первых. Ни в коем случае не пожалел, что я здесь. Все мои ожидания воплотились. Здесь подготовка хорошая. Сила специальной операции действительно гордость для каждого. То есть адреналин, когда там начинался заводиться, такой там гул стоит, всё, запрыгиваешь самолёт, начинаешь взлетать, видишь высоту. Ну, конечно, волнение присутствует, смотришь вдаль. Если всё делать, как тебе сказали, не страшно, всё как надо. Прыгнул, приземлился. Одна из значимых традиций воздушно-десантных войск – вручение голубого берета. После совершения прыжка каждый военнослужащий удостаивается этой чести. Сейчас я уже могу одеть берет и с гордостью его носить, присообщить своим родителям, друзьям, что у меня совершился прыжок. И я думаю, что будут мной гордиться. Служу республике Беларусь! Есть! Для вручения берета ко мне! Есть! Гордость такая появилась. Первый прыжок, заслуженный на нашу этот берет. Один за всех и все за одного, это всегда было, никто кроме нас. Мне вот это понравился, этот слоган, этот девиз. Первый прыжок – своеобразный трамплин в становлении бойцов. Впереди более сложные элементы десантирования. Ночью с оружием, на воду, с грузовым контейнером на ограниченную площадку. Но первый навсегда останется в памяти десантника. Ура! 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 В августе пройдут армейские международные игры. На старт выйдут более 200 команд в 36 конкурсах. Беларусь будет представлена в большинстве из них. Как проходит подготовка команды по танковому биатлону? Какую цель ставят перед собой участники? Дмитрий Бондарович отправился на полигон Доманова. Военная Олимпиада – так называют армейские игры. И в них белорусы в числе лучших. Каждый год золотые, серебряные и бронзовые медали уверенно пополняют копилку наших команд. В 2021-м завоевано 17 наград. В этот раз результат намерены улучшить. В том числе за счет пьедестала танкового биатлона, где позиции соотечественников традиционно сильны. Отбор личного состава и формирование экипажа уже завершено. Сейчас проводится занятие. Основное – это огневая подготовка и, соответственно, вождение боевых машин. Занятие проводится в комплексе. Сейчас на данном этапе отрабатывается упражнение, примитивное к этапу индивидуальной гонки. В последующем приступим к подготовке в составе уже команды для участия в эстафете. Трассу на заездах не жалеют, из машин выжимают максимум. Новенькие Т-72Б3 упорно обкатывают, подстраивают и пристреливают под каждый экипаж. Анализировали, делали выводы. Включаем это все в подготовку танковых экипажей. На погоду надеяться, как показала практика, не надо. И стреляем здесь тоже, при любых погодных условиях. Даже камни с него будут падать, все равно будем стрелять. После годичного перерыва в команду вернулся один из лучших армейских механиков-водителей. Старший прапорщик Сергей Коновалов. В том числе, благодаря ему в 2019-м команда завоевала серебро. Тут никаких отличий нет, потому что кто-то где-то больше проучаствовали, где-то что-то меньше. Всегда либо перед заездом, либо после прохождения трассы прекрасно делимся, как кто-то проходил. Где-то кто-то поопытнее передает свой опыт. Планы большие, серебро, бронза есть, золота не хватает. Так что вот это, наверное, одна единственная цель у нас и всей команды. Состав сборной почти наполовину обновлен. В числе лидеров – выпускники военной академии. Лейтенант Артем Рысь мечтал о танковом биатлоне с курсантских лет. Себя я ставлю цель – это получить опыт в этих состязаниях, в этих армейских международных играх. Ну и будем стараться победить. Все настроены, все стараются. Подмосковный полигон Алабина уже готовится к приему команд. Традиционно битва в титульном конкурсе игр обещает быть захватывающей. Красочным шоу запомнилась жителям Пинска встреча с военными оркестрами. На городской площади прошел второй этап соревнований среди музыкальных подразделений. Конкурс военных оркестров постоянно меняет прописку. Таким образом, жители разных городов могут познакомиться с творчеством армейских музыкантов. Сегодня оркестрантов встречает Пинск. 17 слаженных команд радуют горожан своими талантами. Была такая хорошая советская песня. Нам песня «Строить и жить помогает». И музыка военного оркестра всегда была с военным человеком. Она подымает его утром на зарядку, она зовет его кушать, она с ним производит все воинские ритуалы, ну и, конечно же, вдохновляет на труд и на подвиг. Пинск – это одна сплошная история. История древних времен, и современная история в том числе. Подвиг Пинской флотилии, подвиг 30-й Иркутско-Пинской дивизии. Все мы знаем эти славные воинские соединения. Мы ими гордимся, ими гордятся и пинчане. Поэтому город с такими богатыми боевыми традициями просто не могли не посетить. Артисты в форме выступают в непривычном для зрителя амплуа. Армейские марши и песни. Сегодня творческие коллективы изящно дефилируют по центральной площади с произвольной программой. В каждом номере своя изюминка. Жюри оценивают балами служебно-строевой репертуар, очевидцы – овациями, красочный плац-концерт. Лейтенант Вадим Костюкович родом из Пинска. О профессии военного дирижера молодой человек начал задумываться, будучи трубачом в оркестре роты почетного караула. Закончив Белорусский государственный университет культуры и искусств, руководит музыкантами бригады связи из колодищ. Выступать на родине для офицера – особая ответственность. С одной стороны – помощь, а с другой стороны – наоборот – волнение. Переживал, что там уж ток не упал, еще какие-то моменты. Не могу сказать, что я пришел у себя дома и сразу на расслабоне. Все равно присутствует волнение, потому что и конкурс нас два года. Сейчас была тема от исторической памяти. Пытались максимально и на тему ответить, и чтобы люди не заскучали, и где-то их в танце зажать. То есть у нас и в первом произведении «Муродный кут колос» звучал, и во втором. Песня, которую знают, я думаю, все. Вы видели, подпевали все. На это был расчет. Вот и третья песня без патриотизма тут никак. Конкурс – возможность обменяться опытом, посмотреть, в каких направлениях развиваются коллеги, показать свое мастерство. С каждым годом конкуренция растет. Творческие коллективы постоянно ищут способы привлечь зрителя. Поэтому плац-концерты с каждым годом становятся зрелищнее. Постоянно развиваемся, на месте никогда не стоим. Появляется современная аппаратура, которая позволяет более что-то современное исполнять. И благодаря сотрудничеству с городскими творческими коллективами, с городскими мероприятиями, надо идти только вперед, не останавливаться на достигнутом. Надо прославлять нашу Беларусь. В прошлом году мы заняли первое место в исполнении концертного репертуара. Сейчас служебно-строевой репертуар «Дзефиле». Военный оркестр Осиповичской артиллерийской бригады – один из сильнейших. Конкурс уготовился основательно. Нашел новые пути подачи материала, оттачивал строевые навыки и инструментальное мастерство. Для музыкантов важно, чтобы их выступление тронуло сердце зрителя. Каждый оркестр старался, внес что-то белорусское свое, интересное, патриотическое. Мы исполнили свою песню. Помимо этого Беларусь помнит, это в наше время очень актуально. Не забывать наши исторические подвиги, наши традиции, чтить память наших ветеранов. Бурными овациями пинчане сопровождают выступления коллектива Минского Суворовского военного училища. Оркестранты подготовили номера с известными песнями 90-х. Подготовили папури на тему из советских песен. Дальше марш песни «Пирамоги», которая прославляет нашу с вами Беларусь. И на уход мы желаем счастья вам, как бы всему Пинску. Темы должны быть известны для обычных людей, так скажем, не только музыкантов. Все мы с вами смотрели мультики старые, советские, слушали песни. Публика восприняла выступление тепло, ну, как и должно было быть. Зрители активно напевают знакомые мотивы. От души радуются и восхищаются военными музыкантами. Увидеть, как оркестр еще дополнительно танцует с инструментами. Они в форме, они красивые, нарядные. И они еще двигаются с инструментами, замечательно исполняют мелодии, поют, радуют нас. Это потрясающее удовольствие, это зрелище, которое надо видеть. Причем видеть вживую. Конкурсанты боролись за звание лучшего коллектива в нескольких номинациях. В итоге победителями стали оркестры Барановической авиабазы, Суворовского училища, Минской комендатуры и Военной академии. Яркий праздник, подаренный артистами, надолго запомнится жителям Пинска. Павел Семенович Машканцев, ветеран Великой Отечественной войны. Несмотря на свои 97, бодр и полон сил. Недавно фронтовик приехал в Белоруссию из города Воронежа, чтобы посетить Лидскую штурмовую авиабазу, в которой в 40-х годах проходил службу в должности авиамеханика самолета Як-3. Павлу Семеновичу было всего 15, когда началась война. 22 июня 1941 года в его родном селе Спаское Кировской области проходил местный праздник. На центральной площади установили карусель, приехал цирк с медведями, люди танцевали и радовались. После известия о войне шум веселья сменился гробовой тишиной. Я заканчиваю восьмой класс. В 42-м году работал в колхозе за бригадира. А в ноябре приходит повестка. А я тоже стоял на воинском учете. Значит, вызываем в военкомат, значит, предлагается, значит, авиационное училище. Ну, это вообще моя стихия. На одно место в авиацию брали трех, но Павлу отказали. Маленький, худой. Однако он настоял. Написал заявление, что идет добровольцем. В Горьковском училище авиационных техников, местоположенных трех лет, обучали за год и четыре месяца. Специалист должен выпускать в боевой полет летчика, отвечать за исправность машины, заправлять самолет. После окончания училища молодого лейтенанта направили 116-й гвардейский истребительный полк, который базировался на аэродроме Аткарск, неподалеку от Сызрани. А я там работаю, я уже имел по три, по четыре самолета. Каждый готовил, обслуживал, прибывающий с завода. Вот для фронта. Первую смену один самолет, затем его таскивал, пообедали, подготовили, следующая смена полетов с другой группой. Другой самолет, опять отлетали вечером. А мне надо и этот первый осмотреть, и второй осмотреть, и сделать свои соответствующие по инструкции работы провести, осмотры, проверки, замены масла, фильтры. На фронте Павел Машканцев обслуживал ГИАК-3 за номером 34. В составе полка авиамеханик участвовал в освобождении Польши и взятии Берлина. Только одна эскадрилья 116-го сбила 168 фашистских самолетов. С января по конец войны я обеспечил 101 боевой вылет. Вот моя боевая заслуга. Награжден педалью за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. После войны Павел Семенович служил в армии еще 34 года. Два года на Кубе учил местных авиамехаников обслуживать вертолеты, которые поставлял СССР. Еще 23 года отдал службе в войсках гражданской обороны МЧС. 10 лет возглавлял ветеранскую организацию города Воронеж. Дома я не сидеть не привык. Я только двигаться хочу. И то, что я благодаря этому и участочек взял, и двигался, и я, по-моему, так, поэтому я и остался еще на ногах. Лицкие летчики тепло встретили фронтовика. Вместе с руководством авиабазы Павел Семенович провел открытие комнаты боевой славы. Ветеран посетил аэродром, ознакомился с современными боевыми самолетами и пообщался с молодыми пилотами. Сейчас ветеран посвящает много времени родным, детям и внукам. Успевает встречаться со школьниками. В конце интервью фронтовик поделился секретом счастливой жизни и долголетия. Рецепт простой. Любить свою семью, свою родину. И защищайте, что бы ни случилось. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте vntv.mil.by и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами была Анна Чижелиташ. Мирного неба. И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...